Привет всем Равым Гардианам, с вами вновь канал Трипл Вайб и я, Джонни Лейни. Как вы знаете, совсем скоро, 9 июня, Банжи проведут стрим на своём канале, на котором состоится анонс нового дополнения к игре. Что оно будет в себя включать, остаётся только гадать. Очень вероятно, что это будет крупное дополнение, включающее в себя развитие сюжета вселенной. Однако, мы знаем, что огромная часть игроков находится в неведении и до сих пор до конца не разбирается во всех тонкостях сюжета игры, который долгое время был очень призрачно вплетён в миссии оригинальной игры, а потом набирал обороты в DLC и аддонне The Taken King. В этом видео мы расскажем вам о том, с чего начались события игры, как человечество столкнулось с армией врагов из различных уголков галактики и что ждёт Гардианов дальше. История игры Destiny берёт своё начало в недалёком будущем, в период с 2020 по 2050 год. На этом временном отрезке нашу Солнечную систему посетил разумный искусственный интеллект, древний огромный артефакт, прозванный людьми Странником, от оригинального Тревеллер. Вместе с ним на Землю не вторглись толпы инопланетных врагов. Странник выполнял лишь одно действие – терраформировал планеты нашей системы. Проще говоря, делал их пригодными для развития разумной жизни на них. Первыми планетами, которые обрели жизнь благодаря Страннику, стали Венера и Меркурий, затем Марс. И именно во времена терраформации Марса человеческой расой было принято решение войти в контакт со Странником. Благодаря изучению древнего артефакта, человечество совершило невероятный рывок в развитии как раса и вошло в новую эру, которая была названа Золотым Веком. И заняла отрезок времени с 2030 по 2300 год. За этот период человечество обнаружило на Венере древние останки построек расы Векс, исследования которых позволили колонизировать Венеру и основать на ней коллектив Иштар, который мы видим в игре в виде руин и заросших небоскребах в джунглях Венеры. Чуть позже был основан город Фригольд на Марсе, который стал новым памятником для человечества и величайшим его достижением. Примерно в это же время человечество создало себе помощников, разумных гуманоидных машин, именуемых Эгзо. В игре можно создать гардия на этой расе. Вскоре после этого человечество наткнулось на Фоллинов, доселе невиданную враждебную расу. Благодаря новым военным технологиям и армии Эгзо-гуманоидов, человечество одержало верх и Фоллины были побеждены. Кроме того, человечество прекрасно понимало, что угроза не исчезнет. Потому был создан военный искусственный интеллект, названный Распутин. Именно эта разработка и засекает в скором времени приближение тьмы из глубин космоса, определяет ее как угрозу и отключается. Распутин посчитал, что должен был обезопасить себя, поэтому впал в спячку, оставив записку на холодильнике всему человечеству о том, что он надеется, что когда битва закончится, его разбудят. Странник, заметив надвигающуюся угрозу, решил защитить человечество. Почему? До сих пор неизвестно. Однако во время обороны он использовал большую часть своей силы, называемой светом, в игре Light. Высвободив огромный разряд этой энергии, он также зацепил миллионы людей, которые уже в ужасе покидали планету. Из-за такого сильного воздействия, они эволюционировали в совершенно отдельную расу эвокенов. Однако силы Странника не хватило, и, например, город Фригальд на Марсе был полностью захвачен расой кабалов. Последним усилием по защите человечества Странникам было создание гастов из своих частиц. Маленькие роботы, которые были призваны искать падших солдат человечества и возвращать их к жизни. Да-да, тех самых Гардианов. После чего Тревелер сам впал в спячку, утратив свою силу. На Меркурии, Венере и Марсе восстали спящие до этого вексы. И начали спешно захватывать и осваивать новые территории, превращая их, по сути, в свои машины и подчиняя своему коллективному разуму. Меркурий был легко захвачен и полностью пал под начиском вексов. Однако на Венере и Марсе процесс затянулся из-за постоянных боев с расой кабалов и фоллинов. На этом закончилась эпоха, именуемая Коллапсом или Темным Веком, за время которой человечество было вынуждено в страхе скитаться по уголкам галактики. История Destiny может быть и скрыта и представлена в игре не так явно, как нам этого бы хотелось, так что за одно видео рассказать обо всех событиях не получится. Если вам понравилось это видео, мы продолжим рассказывать вам загадочную историю игры и вселенной. Ставьте лайк под видео и как только мы соберем 200 лайков, мы выложим второе видео. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, если все еще этого не сделали, и вступать в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok